У нас есть на сегодняшний день проблемы с изучением национальных языков в России. Мы об этом говорим много лет, в век глобализации, в современных мегаполисах. Ну и изучение, сохранение всего этого. Раньше, я часто говорю, раньше была замечательная практика переводов на русский язык произведений национальных писателей. Таким образом, для писателей национальных это был выход в большой мир. Через русский язык с их произведениями знакомились все народы России, Советского Союза, да и всего мира. Сейчас этой практики нет и есть проблемы с сохранением языка. Сейчас литература, к сожалению, никакая, не в почете. Все учителя жалуются, что дети большей частью заняты гаджетами, телефонами и прочими, никто не читает. Но, мне кажется, есть непонимание, что эти новые технологии, гаджеты и прочие, это тоже благо. Их же можно использовать, именно в этом формате подавать людям вечное, разумное, доброе. На Кавказе, в силу того, что в национальных республиках языки, помимо русского, наравне с русским, можно сказать, языки являются де юри государственными. На этих языках должно быть и обучение, и делопроизводство, и все, что угодно. Ну, на самом деле, практически во всех республиках национальные языки сведены на уровень второго языка, которому уделяют в школе, ну, два часа в неделю. И это, безусловно, бедственное положение. И это, такое положение рождает недовольство и сепаратистские настроения на Кавказе. Нужно поддерживать, поддерживать и культуру, литературу, в том числе, безусловно, и русскую, и все остальные языки, литературу, культуру, что делалось, в принципе, в позднем СССР. И благодаря этому мы знаем много представителей разных народов, которые достигли высот литературного Олимпа. Сейчас ничего этого, к сожалению, нет.